Здравствуйте. Хотел уточнить, я правильно попал? Терентьев Алексей Витальевич, да? Судья. Просто туда ли я пришел? Туда. 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 Отлично. Почему с утра так много вопросов задаете? У нас что, с вами договор, что ли, чтобы я вам все показывал, что ли? Если хотите посмотреть, давайте договоримся, сколько это будет стоить в деньгах. Правильно? Живу я тут, живу. А? Живу я тут. В машине? А дом где? Здесь. А семья? Че семья? А? Ответ платный. Че? Че? Показывать? Ну, я же говорю, ответ платный. Просто туда ли я пришел? Туда. Туда. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, компания Ростелеком. Слушаю. С предложением. Вам звоним, удобно разговаривать? С чем звоните? С предложением. А я у вас заказывал это предложение? Нет, не заказывали. Просто выслушайте. Не, не, не. Вы меня выслушайте. Я вам делаю оферту. Продолжая общение, вы соглашаетесь на публичную устную оферту, согласно которой вы акцептуете, продолжая общение, мои условия. То есть, за каждую минуту общения вы мне должны один килограмм золота. Будем общаться, нет? Сняли. Просто туда ли я пришел? Туда. Туда. Ответ платный. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, администратор компании Максимум. Я хочу вас пригласить на бесплатное мероприятие, посвященное открытию медицинского массажного центра в городе Новокузнецк. Там вы сможете абсолютно бесплатно пройти сеанс оздоровительного и расслабляющего массажа на нашем новейшем японском оборудовании. Затем оставить свой опыт. Извините, из-за связи не расслышал вас. Что вы говорите? Вы меня слушаете? Да-да, я вас слушаю. Разговариваю со мной, все разговоры записываются. Мой разговор стоит 10 тысяч рублей одна минута. Если вас устраивает эта оферта, давайте продолжать дальше. Хорошо. Наша встреча состоится 6 марта в пятницу в городе Новокузнецк. А за день до мероприятия я перезвоню и сообщу вам точный адрес. Встреча абсолютно бесплатная и продлится около полутора часов. На ней ведущие специалисты в области массажа покажут про... Вы меня слышите? Вы меня слышите? Да, конечно. Вы принимаете условия моей оферты? Хорошо. Мы приглашаем гостей от 35 до 78 лет. Подскажите, пожалуйста, сколько вам полных лет? Значит так. Данный разговор записывается. Вы звоните на мой личный номер. И вы соглашаетесь с тем, что минута разговора со мной стоит для вашей организации 10 тысяч рублей билетами Банка России. Все верно. Вы согласны? Отлично. Продолжаем разговор. Хорошо. Мы приглашаем гостей от 35 до 78 лет. Подскажите, пожалуйста, сколько вам полных лет? Данный ответ, он не имеет значения. Следующий вопрос. В таком случае, я вас... Не переживайте, ваш возраст мне нужен лишь для статистики нашей компании. Ваша компания подтверждает, что она оплатит мне 10 тысяч рублей переводом на сберегательную книжку Сбербанка России в размере 10 тысяч рублей за одну минуту нашего разговора сейчас. Да, конечно. Благодарю. Продолжаем разговор. По этому пригласительному вы можете взять с собой еще одного человека. Подскажите, пожалуйста, ваш личный номер мобильного телефона, на который я могу отправить СМС-приглашение с кодом регистрации. Вы уже звоните на мой личный номер телефона. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, ваше имя и фамилию, чтобы я мог забронировать для вас места. Мое имя Игорь... Большое вам спасибо. Мой номер, не звоня вот сейчас на этот мой номер, вы принимаете условия оферты. И данный разговор будет оплачен вашей компанией в размере 10 тысяч рублей за одну минуту разговора. Правильно? Да, конечно. Отлично. Ну и на всякий случай уточню, вы из этого города и в нашу возрастную категорию от 35 до 78 лет входите, верно? Совершенно верно. Я проживаю в городе Новокузнецке. Отлично. Ожидайте СМС-сообщения. Спасибо за внимание и до встречи на мероприятии. Всего доброго. И вам удачи. Просто туда ли я пришел? Туда, туда. Ответ платный. О, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Андрей, администратор компании «Максимум». Мы буквально недавно звонили вам и приглашали на наше бесплатное мероприятие, посвященное здоровью. Я хотел напомнить, что наше мероприятие уже совсем скоро, и там вы сможете пройти бесплатный сеанс массажа на нашем инновационном оборудовании. А просто за то, что вы к нам придете и оставите свой отзыв, мы делаем вам замечательный подарок. Это часы, которые контролируют основные показатели состояния организма, такие как пульс, вашу активность, сожженные калории и количество шагов, пройденных вами за день. И, кстати, они распознают любые нарушения сердцебиений, таких как аритмия, и сразу сообщают об этом звуковым сигналом. И такой к вам вопросец. Скажите, пожалуйста, вы в прошлый раз получали СМС-очку с ходом регистрации? Нет, СМС-очку я не получал. Скажите, пожалуйста, как я могу найти вашу организацию, номер ИНН? Я вам сейчас звоню из Москвы. Здесь находится наш центральный офис в бизнес-центре Москва-Сити. Скажите, пожалуйста, в прошлый раз, когда мы звонили, я вам уведомлял, что разговор записывается, и сейчас тоже он записывается. И в соответствии с гражданским кодексом вы мне звоните, навязываете свою услугу, которую я не заказывал. Поэтому я вам предлагаю оферту, и стоимость нашего разговора будет стоить 10 тысяч рублей за одну минуту. Вы согласны с такими условиями? Ну, ведь вы же в прошлый раз сами лично давали свои данные, и мы уже забронировали за вами места в зале и гарантированные подарки. Припоминаете? Да, припоминаю. Но вы согласны с условиями моей оферты? Да, конечно. Хорошо, тогда где я могу вас найти в городе Новокузнецке? Напомню, что наша встреча состоится уже в эту пятницу, 6 марта в Новокузнецке по адресу Проспект Пионерский, дом 21А. Это бар-ресторан «Палуба». Начало мероприятия в 10.00. Хорошо, и еще вопрос. Этот разговор также будет стоить вашей организации 10 тысяч рублей за одну минуту. Вы согласны с этим? Да, конечно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а какой вид массажа вы хотели бы пройти? Расслабляющий или оздоровительный? Я бы хотел получить деньги за наш с вами разговор, потому что данную услугу я не заказывал, вы мне сейчас предлагаете, можно сказать, навязываете. Поэтому массаж я сам буду выбирать такой, какой я хочу, и получать его там, в том месте, где я сам захочу. А от вашей организации меня интересует только получение денежных средств в размере 10 тысяч рублей за каждую минуту разговора с представителями вашей организации. Понял вас. Но на самом деле вам может понравиться и тот, и тот вид массажа. Просто расслабляющий он более мягкий, ну а оздоровительный он более жесткий. Но в любом случае там и там ощущения незабываемые. Я думаю, что ощущения, которые мы все испытаем после окончания нашего взаимодействия, они для всех будут незабываемые. А такой еще вопрос. На данный момент у вас есть какие-либо боли в спине или позвоночнике? Вас беспокоит что-нибудь? Ну, вы знаете, если вас интересует состояние моего здоровья, то это относится к персональным данным, которые я не хочу предоставлять в нашем телефонном разговоре. Ну, очень надеюсь, что наш массаж вам понравится и после него будете чувствовать себя вообще как свои 18. Ну, при условии, что я на него, конечно, соглашусь. А это еще спорный вопрос. Кстати, а вы уже определились, с кем придете к нам? Скорее всего, я приду с представителями правоохранительных органов, ну, либо с представителями судебных приставок, либо с решением суда самостоятельно. Я еще точно не решил, но я думаю, в ближайшее будущее это покажет. Супер, отлично. Тогда будем вас ждать. Хорошо, спасибо, всего хорошего. И такой еще момент. Напомните, пожалуйста, полностью свою фамилию и имя, чтобы я их сверил в списке гостей. Да, совершенно верно. Это необходимо также для представительства в суде. Моих интересов... Мое имя Игорь... Я проживаю в городе Новокузнецке. Номер моего телефона 8... Просто не опаздывайте, а наоборот придите минут на 10-15 раньше, чтобы мы вас встретили. С собой необходимо будет иметь любой документ, удостоверяющий личность, паспорт или любой вообще другой, где есть ваша фотография. Он вам необходим будет для получения гарантированного подарка, потому что они у нас все подотчетные. Договорились? Договорились. И вы будете готовы предоставить мне все данные вашей организации, включая там номер ИНН ОГРН, для формирования претензий. Хорошо. У вас ко мне остались какие-нибудь вопросы? Нет, вопросов к вам больше не осталось. Ну, я очень надеюсь, что вы не подведете и придете к нам. Скажите, пожалуйста, я могу на вас рассчитывать? Да, конечно, рассчитывайте. В рамках описанного мною взаимодействия с вами вы можете на меня рассчитывать. Вам спасибо за уделенное время, всего вам хорошего и на мероприятии с вами увидимся. До свидания. До свидания. Просто туда ли я пришел? Да. Ответ платный. Да. Гляди, раз в баке, 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 раз в баке. До свидания. Продолжение следует...